И день, и ночь под звуки капели. Вечная весна. Именно так жильцы верхних этажей домов номер 6 и 6А по улице Кузнецова говорят о ситуации в своих квартирах. Два десятка лет они мучаются с протекающей крышей. Дом уже давно нуждается в капитальном ремонте, и по графику он должен пройти в следующем году. Однако местные жители попали в бюрократический капкан и теперь опасаются, что ждать его ремонта придется гораздо дольше. Все подробности у Максима Кабаненко. Вот, посмотрите, здесь стекло. Прямо за час, за два часа запросто ведро натекало. Раиса Дуденко в квартире делает ремонт каждый год, хотя прекрасно понимает, что надолго его не хватит. Она живет на верхнем пятом этаже. Крыша последние 7 лет сильно протекает. Даже зимой, когда случается оттепель. Шутит, что в ее квартире вечная весна. Капель идет круглый год. Стало течь здесь, потом в этом коридоре, потом стало течь в следующем коридоре цикло на кухне, на балконе и в маленькой комнате. Там, вплоть до того, что мы обрабатывали антисептиком, там и плесень была, и грибок. Лариса Клюева тоже живет на верхнем этаже. Обои в квартире приходится срывать, чтобы не появилась плесень. Говорит, что не может лишний раз внуков домой пригласить. Управляющая компания крышу латает каждый год, но это не помогает. Нужен капитальный ремонт. В этом доме провести его должны в 2018 году. Однако на деле в фонде капремонта жители разочаровали. Для попадания в график не хватает подписи всех жителей. Так как у нас подписи было собрано только 60%, на нашем доме и на 6%, нам отказал фонд капитального ремонта. Сказали, что недостаточно, должно быть 100% подписи собранные этих собственников. Поэтому получается, что мы опять не сможем выйти на 2018 год, и у нас опять не сделают нам ремонт нашей крыши. Но даже если дом все-таки попадет в программу на 2018 год, далеко не факт, что в следующем году ремонт проведут. Как известно, по новым правилам у фонда есть три года, чтобы выполнить работы. То есть теоретически ждать люди могут до 2021 года. Чтобы этого избежать, депутат Омского городского совета Юрий Тюленев планирует вступиться за права местных жителей. Под лежачий камень вода не течет. Необходимы какие-то наступательные действия. И они будут. Будем писать все эти фонды, будем добиваться, подключать правоохранительные органы, прокуратуру, которые надзирают за выполнением этих обязательств. Но я думаю, что все равно добьемся положительного результата, хотя бы по крышам и инженерным коммуникациям. Пока не сделают капитальный ремонт, управляющая компания будет латать крышу за деньги жильцов. Другого выхода нет. Перспектива мучится еще четыре года с протекающей крышей не из приятных. Перемены в программе капитального ремонта уже давно назрели.